Я очень рад новой встрече с вами. Тема нашего общения «Я Бог, Который восполняет все твои нужды». Этот потрясающий дар, который нам предлагает Бог, основан на замечательном слове на Библии. В послании к филиппицам 4 главе 19 стихе апостол Павел говорит, исходя из своего великого опыта, «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Благодаря своим близким отношениям с Господом Павел испытал, что как во взлетах, так и в падениях жизни Бог всегда восполнял его нужды и никогда не оставлял его. Это не означает, что мы всегда будем жить в безмерном изобилии. Мы также должны быть способными жить в скудости, сохраняя совершенное доверие Богу. Я бы хотел объяснить сегодняшнюю тему с помощью четырех пунктов. «Очень хочется, чтобы вера и доверие появились в вашем сердце и возрастали для того, чтобы мы все могли радоваться и прожить жизнь, не беспокоясь». Я замечаю, что многие верующие не испытывают спокойствия, не имеют мира в сердце, несмотря на свою веру, несмотря на то, что отдали жизнь Иисусу, они беспокоятся часто или практически постоянно. Беспокоятся по поводу здоровья, будущего, работы, планов, семьи и так далее. Многие ведут себя подобно ребенку, который с утра просыпается, ему может быть 6, 7 или 8 лет, он в плохом настроении, нервничает, беспокоится. И он говорит, папа, точно ли ты оплатил мою учебу в школе? Мама, не забудь приготовить мне обед, не забудь о том, что мне завтра нужна будет чистая одежда в школу. Ни один ребенок не переживает об этих вещах, потому что он знает, что папа и мама всегда восполняют его нужды. Точно так же Бог посвящен тому, чтобы восполнить нужды своих детей. А являетесь ли вы ребенком Бога? Тем, которые приняли спасение во Христе, Бог дал статус, право, власть, быть чадом Божьим. Поэтому вам не нужно ни о чем беспокоиться. Господь, ваш пастырь, он восполнит ваши нужды, и вы не будете ни в чем нуждаться. Теперь пункты, которые я хотел бы озвучить. Во-первых, Бог восполняет наши нужды, потому что это его имя. Его имя — Ягова Ира. Он — Господь, который усмотрит. Он посвящен этому благодаря своей природе, своим атрибутам, своему существу, которые говорят нам «Я Господь, восполняющий твои нужды». Далее, во-вторых, Бог посвящен тому, чтобы восполнять нужды, потому что Он — Отец, Бог — Отец. Замечательное откровение знать Бога как Отца, как своего Папу, который на деле восполняет все наши нужды. Даже вот на этой монетке, это пять швейцарских франков, написано «Доминус провидебет», что значит «Господь позаботится». Мы должны помнить о том, что Бог позаботится, потому что это его природа, его имя. В то же время Он говорит нам «Я хочу, чтобы ты был активным участником, не будь фаталистом, который просто ожидает, что счастье свалится с неба, на твой кошелек или на твою жизнь вообще. Ты должен участвовать в этом. Мы хотим взаимодействовать». Написано, что Бог восполнит всякую нужду вашу, но Иисус добавляет. «Бог, ваш Отец, знает, в чем вы имеете нужду». Он также говорит «Просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам». Он желает, чтобы мы были активными участниками. Если мы просим в соответствии с Его волей, Бог, Отец, с удовольствием ответит на нашу нужду. Я вспоминаю Евангелие от Луки, 15 главу. Это очень известный отрывок. Сын, который находился дома, был рядом с отцом, но он не знал своего отца. Отец говорит ему «Я всегда с тобой, и все, что имею, принадлежит тебе». Вы имеете все во Христе Иисусе. Вы имеете все в ваших отношениях с отцом. Далее, в-третьих, я бы хотел сделать акцент на следующем неотъемлемом элементе. Бог посвящен тому, чтобы восполнить наши нужды тогда, когда мы с Ним в Завете. Что же такое Завет? Это полное посвящение с обеих сторон. Христос отдал свою жизнь ради нас. Бог посвятил Себя нам и заключил с нами Завет посредством Иисуса. С нашей стороны необходимо ответить на Его зов. Это должен быть личный ответ. Сегодня я хочу вас спросить, вошли ли вы в Завет с Богом? Не просто верите ли вы в Бога, но находитесь ли вы с Ним в Союзе? Посвятили ли вы себя Ему безвозвратно? Доказательство нашей любви и нашего послушания – это посвящение. На этом же основан институт брака. Это Завет, Союз, посвящение на всю жизнь. Поскольку мы с Ним в Завете, Бог говорит, я никогда не оставлю тебя. Всегда буду поддерживать себя. Я восполню все твои нужды, потому что я посвящен нашему Союзу. В-четвертых, я бы хотел говорить об истории, записанной в книге «Бытие» 22 главе. История заслуживает большего внимания, чем смогу сейчас уделить ей, так как она сильная, невероятная и глубокая. История о том, как Авраам, Божий друг, отец веры, услышал голос Бога. Он знал Его и уже давно ходил за Ним, и он услышал, как Бог сказал, «Принеси своего сына в жертву». Именно на этой горе Мариа, где Авраам принес сына в жертву, конечно, мы знаем, что его сын был избавлен. Именно благодаря этой жертве открывается вся мощь Божьего провидения. Бог сказал, «Поскольку ты был готов идти до конца, я сверхъестественным образом умножу мое провидение. Это превзойдет все твои ожидания». Бог желает использовать нас, чтобы мы стали благословением для других, чтобы мы могли восполнить нужды других людей. Благословения Авраама были умножены. Он пережил сверхъестественное обогащение, которое превзошло его собственную жизнь. Благодаря этой жертве стопроцентного послушания Божьему голосу. Итак, на горе Господь восполнил его нужды. Итак, во-первых, Бог восполняет наши нужды, потому что это Его имя. Он посвящен этому благодаря своей природе. Далее, во-вторых, Бог посвящен тому, чтобы восполнять нужды, потому что Он Отец. Он Бог Отец. В-третьих, хочу сделать акцент на этом неотъемлемом элементе. Бог посвящен тому, чтобы восполнить наши нужды тогда, когда мы с Ним в Завете. И, наконец, четвертое. Бог желает использовать нас, чтобы мы стали благословением для других. Ну а завершаю я следующим стихом. Послание к Ефейсанам, 3 глава, 20 стих. А тому, кто действующую в нас силую, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Будьте благословенны. Жите в мире и без тревоги. Знаю, что ваш Бог — ваш Отец. Он Иегова Ира, поскольку вы в союзе с Ним и готовы быть послушными Ему до конца. Вы увидите то, что превзойдет все ваши ожидания. Вы также будете благословением для многих других. Это не мои слова. Это Слово Божие. Пусть вас Господь обильно благословит. С радостью ожидаю новой встречи с вами в нашем следующем выпуске. Не забывайте, Господь любит вас.